на 2 и 7 моторе просто так ремень не меняется грм целая система чтобы выставить правильно метки поэтому нужно выставлять метки на цепях везде вот здесь также на этой стороне на голове чтобы совпадали все метки отпускать шестерни шестерни должны быть недвижимые их снимать они бесшпоночные ставить планку и только тогда когда выставил все метки ремень взвел только тогда затягивать шестерни вот такой вот процесс у нас новый пациент allroad 2 и 7 biturbo все как мы любим американец много работ было произведено потом перечислил так но кузьма пришел в гости до кузьма поздоровайся со всеми хватит ты уже надрал салон иди гуляй тут у нас проблемы в электрической части сейчас решаю такую проблему включаем зажигание дворники живут своей жизнью на переключатель они не реагируют они стали в одном положении переключатель 0 внимание поменял реле дворников на наше заведомо рабочие результата не добился сейчас буду долазить до переключателя и смотреть что с ним хотя омывателя работает все нормально а вот дворники включаешь не работают нужно решить такую проблемку но тут еще приборка у нас умерла сдохла будем менять поэтому скорее всего ее в замену да все разбираемся с дворниками и так поиски неисправности стеклоочистителей я подкидывал другие блоки управления стеклоочистителей ничего не помогало прозвонил проводку вот здесь реле смотрел распиновку чтобы это все исключить исключил добрался до трапеции снял и вот она проблема этот переключатель тут бегает тут все вытерто и закисше получается он был замкнут и постоянно вращал не давал работать нормально дворником стеклоочистители вот так жаль у нас права руки они не подходят они зеркальные так что надо заказывать эту деталь она идет сборе с редуктором решил я тут все почистить контакты зачистил сейчас соберу и попробую как она все будет работать будет ли работать но мне кажется что будет потому что все таки не полностью съедено все поэтому сейчас собираем даем сейчас собираем и пробуем так у нас все собрано по штату все штатное и смотрим первое положение работает второе работает максимально так брызгаем работает раньше не срабатывало теперь у нас все заработало ура все таки стеклоочистители все отлично все работает все моет все красиво еще блин кто-то туда лазил и вал на моторе не закрутил я собрал все все отлично начал проверять а дворники раскакивают пока выставил вал в нулевое положение короче намучился с трапеции не знаю вот такое маленькое окисление чуть-чуть а проблем все проверить надо вот у нас приборка не работает вот у нас уже другая приборка лежит осталось ее пришить это сделаем сейчас свою из пневмой у нас тут по пневме есть некоторые ошибки поэтому сейчас пневму еще проверю и все а меняли практически всю не практически а всю переднюю ходовую но меняли как соленблоки все перепрессовали соленблоки по переду поменяли ремень грм заменили передний радиотор кондиционера передний телевизор заменили фары передняя заменили потом покажу старые запчасти потому что за этот почему фару заменили ну у них болезнь проводка внутри фары рассыпается полностью на она и не светила короче поставили наши фары задние тормоза сделали передние тормоза сделали прокачали все еще интересно горит пиналась коробка по всем положением блин приехала действительно пинается коробка начали проверять уровень масла а масла не хватало 3 литра 3 литра карл поэтому конечно напиналась ну как-то так удалили все сейчас ведется адекватно более-менее там под вопросом гидротрансформатор сам бублик ну это болезнь на этих машинах на ул роудах со временем гидротрансформатор выходит из строя поэтому еще один ул роуд строю и будет радовать теперь хозяйку даму с собачкой вот так она еще собиралась на нам тут привезла горит нет делайте за две недели сделайте то что можете я поеду на ней польшу я уже сервисы по дороге горит нашла в которых если что у меня отремонтируют блин тут не было живого места на машине короче мы ее сделали мы ее победили с электрикой тут было проблем куча тут еще с электрикой делали идет к сам на блок управления коробки и и практически все переделали но переделали на плохие провода на ну допустим если это контрольки хороший силиконовый провод то они поставили на акустические типа провода самые дешевые красно-черные знаете такие вот на таких проводах но пока это не трогаем я предложил поменять всю косу справа руля поставить ее в штат сюда чтобы не морочить голову два разъема один на селектор один на гидроблок кпп идет вот эти все разъемы идут в салон заходят но это в будущем скорее все будем менять так теперь у нас пневма разбираюсь с пневмой разобрались все работает при установке случайно были поменены тяги слева направо на рычагах на прямых поэтому все поменяли обратно все штатно все работает да кузьма все работает тиму кузьма кузьмич кузьмагин передавай привет с ул роудом продолжаются проблемки маленькие такие лямбды одну поменяли с этой стороны по первой башке по 2 голове уже и вороток взяли трубу что только не придумывали тут крутили стучали в итоге надели головку инфорс для сорванных граней как раз села хорошо и выкрутили вот что там резьбы нет но зато выкрутили вот он головки для сорванных грани в действии класс вообще теперь останется снимать выхлоп и наваривать новую гаечку лямбда удалил гайку удалил и варил новым все отлично счету тут удалили катализатор маленький стоял с одной стороны одна турбина старого образца а с правой стороны турбина нового образца короче веселый моторчик а вот это все наменяли на c5 фильтр воздушный не так страшно сейчас покажу в чем проблема с фарами с фарами проблема от старости проводка умирает осыпается и замыкает поэтому заменили фары кулаки поменяли лево-право передний телевизор так как он развалился тут уже все обломано было трубки кондиционера плюс подшипник муфты кондиционера потому что мы была труба ну короче вот такая маленькая кучка запчастей кузьма ты со мной все время ходишь да не покидаешь а еще опять же привода тоже перебирали пыльники приводов все меняны и плюс там по мелочи прокладки крышки клапанов грм полностью в сборе заменили так как у нас было не согласование меток вентилятор тут вот такая вот проводка была вот такой маленький ремонт выдался на очень продолжительное время а еще у нас была проблема жидкостью гура туда залил кто-то атф-ку а должна быть такая минералка это у меня синтетика была промывочная вот мы промыли гидроусилитель залили минералку новую и все у нас заработало еще шланги тормозные мы меняли вот такое художество тут изобретали на переднем правом суппорте ну плюс там куча соленблоков куча болтиков ремонт окончен и машина отправляется счастливый владелец авось как нам вернулась кстати кто не смотрел ссылочку оставлю вот здесь наверно всплывет теперь новая проблема раньше была проблема с педалью газа а теперь новая проблема с вентиляторами охлаждения опять же на разборке ставили три кассеты но ничего не помогает поэтому вернулись к нам наша цель прозвонить провода от блока управления вентилятором у нас идет плюс минус один плюс через предохранитель и 1 на и был провод все подозрения в прошлом сервисе говорят что нет питания цбл управления что провод где-то в обрыве не знаю кабель трекером прозвонил нашел провод все нормально все отлично питание все есть все классно питание на силовых масса нормально будем дальше посмотреть предохранители я проверил один единственный который идет на тонком проводе он у нас здесь 17 в блоке предохранителей подключая шибу на нем питание появляется питание приходит на разъем вентилятора все нормально остается вопросы к блоку управления двигателя почему он не командует включение вентиляторов ошибок в блоке двигателя нет сняли передний бампер салон положили аккуратно машина все чаще и чаще к нам возвращается так кабель трекер подключил к искомому проводу еще раз себя про перепроверил потому что у нас на схеме есть один вентилятор на 4 провода все правильно масса плюс плюс после зажигания получается после блока и был и напрямую на блок и был 66 нога вот она все проверил и здесь и здесь все все приходит цепь не разорвана также есть вариант еще вентилятора с двумя приходами в был у нас такого нет у нас один получается управляющий поэтому себя перепроверил скорее всего вопрос к был будет как не знаю что это работает это ложная тревога еще на авоське будем делать эндоскопию я свечи выкрутил у нас проблемы с катализаторами еще хотим мотор посмотреть сейчас будем это все делать а поможет нам gprop int full hd вот такой красавец эндоскопия мотора показала то что маслосъемные кольца залегли уже на мытости и все остальное грязный впуск грязные клапана все криминала нет он даже присутствует все отлично мотор живой но требует раскоксовки я бы раскоксовал и он бы еще поездил бы ну и также удалил бы катализаторы либо поменял бы их потому что они уже со своих мест съехали и уперлись в лямбду первым поэтому эндоскопию сделали там немножко коротенькое видео там 6 цилиндров зачем это все смотреть я приложу он еще живой итак а8 завершение стоит бампер красота вырвала оказывается тут заменены крепления ну как то сделали как могли так и сделали потому что сказали новый бампер покупать никто не собирается еще вентилятор включается все нормально все отлично а проблема была в том что машина булькала когда прогревалась в блоке клапанов стоит мотор который не работал при подачи 12 вольт он не срабатывает поменяли весь блок клапанов его же тут кто-то похоже ремонтировал свои метки ставил что типа не разбиралась и все остальное поменяли блок клапанов машину прогрели воздух спустили все работает не булькает вентилятор включается по вентилятору была ложная тревога еще одну машину победили все отлично можно отдавать кузьмич тут прилег отдыхать до кузьмич отдыхаешь ты ема и ты тигр 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 по кузьмич ты чё грустишь а кузьма солнышко радуйся кузьмич ты на второй этаж решил прийти до ты решил забраться на крышу до пригрела на солнышке да опять опять будешь грязный кузьмич кузьма кайф кайфует кайфу а кайфу Субтитры сделал DimaTorzok